ПОСТМОДЕРНИСТСКОЙ СИТУАЦИ И поэтому, для того, чтобы это показать, недостаточно просто посмотреть видео, которое мы там изложили, потому что там, собственно, Метафизика Кургиняна проходила как какой-то пример, на котором мы хотели показать, что такое активиза, да и с чего он приводит. Это, собственно, будет продолжением доклада, почему Метафизика Кургиняна является неким постмодернистским проектом. Ну, прежде всего, как бы некое вступление, да, вот, народ жаждет вождей философов, да, потому что неожиданно такая вещь, как Метафизика Кургиняна, которая имеет, собственно, по замыслу самого Кургиняна, политическое приложение, имеет очень огромную популярность в нашей, ну, в интернете, да. Ну, почему-то никто из профессионалов-философов то ли не осмеливается, то ли просто им неинтересно высказываться по поводу Метафизики, но вот, как бы, поскольку уж я по неволе и был докладчиком на эту тему, то мне, по-видимому, придется, как бы, продолжать эту тему развивать, да. Собственно, я просто сразу хотел бы оговориться, чтобы, как бы, отмести все возможные политические инсинуации, да, на самом деле, как бы, мне позиция Кургиняна, его активизм импонирует. Я, как бы, не против того, что человек должен занимать активную позицию. Более того, на самом деле... Вот активизм — это значит слово «активность». А фассивизм есть? Ну, на самом деле активизм. И за отопом мы знаем. Пассивизм нет, просто есть пассивность. Позиция Кургиняна не импонирует, на самом деле. Я сам считаю, что в жизни надо занимать активную позицию. Это понятие активной позиции, я просто обозначил, такой термин, как активизм. Никакое другое содержание, понятие активизм, не имеет. Просто в жизни можно быть пассивным, а можно пытаться как-то свою жизнь изменить. А если можешь, можешь изменить жизнь страны или жизнь близких людей. В этом смысле я, например, поддерживаю Кургиня. Но с другой стороны, как философ, я не могу смотреть на то, что метафизикой называется нечто такое, что ей не является. Хотелось бы просто понять, хотелось бы просто выступить с некой конструктивной критикой. Для того, чтобы все-таки разобраться с этим вопросом. Для этого остановимся на таком понятии, как дух времени. Дух времени, это понятие введено, первоначально введено Гегелем. И Гегель под ним понимал, что каждое время, каждой исторической эпохи есть свой дух, который невозможно преодолеть. Индивиды, живущие в определенном духе времени, живущие в определенную историческую эпоху, в определенных культурных обстоятельствах, они всегда живут в этом духе времени. И все содержание, которое они могут породить, все духовное содержание, которое им доступно, это именно содержание, которое содержится в духе времени. Вот эта вот Гегелевская позиция, она вообще существенна в понимании позиции Кургиняна, потому что Кургинян ведь говорит о некой сути времени. Да, вот сути времени. То, что он говорит о сути времени, в этом видится понятие дух времени, да, и как-то с ним перекликается. Это первое. Второе. Что является духом времени в наше время? В наше время в духе времени, это утверждение, вот я собираюсь дальше оставить, является постмодернизм. Постмодернизм является духом нашего времени. Нашего времени. Причем я имею в виду время не глобальное, не земное время, а время, которое связано с европейской цивилизацией. Мы, россияне, принадлежим к европейской цивилизации, и мы являемся частью этой цивилизации, поэтому мы этого духа времени избежать не можем. Но прежде всего следует сказать, что постмодернизм не является никакой, какой-то отдельной философией и направлением в искусстве, в архитектуре и так далее. Постмодернизм, или иногда говорят о постмодерне, эти термины плавающие, они еще и не устоялись, да? Постмодерн. Это есть некая ситуация, да? Современная ситуация. Современная ситуация в культуре. В культуре, в обществе. В культуре, в обществе, в философии, в искусстве. Иначе говоря, в постмодерн именно есть нечто, чтобы уже происходить с того, чтобы понимать, как ситуация, которая указывает на дух времени. Если мы говорим о том, что метафизика является предельными основаниями бытия, то следует говорить о том, что метафизика – это и есть, собственно, та система метафизики или онтологии. Но онтология – это более философское понятие, будем говорить о метафизике, потому что более общее понятие. Только что метафизика и есть та система, которая выражает дух времени. Дух времени в наиболее предельных понятиях выражает наиболее предельные понятия и основания этого духа времени. Как предельное основание человека бытия в обществе. Метафизика, прежде всего, есть нечто такое, что, как я говорил, мы не можем преодолеть. Мы живем в некоторой метафизике и всегда уже в нее погружены. Как вот я могу сказать так, что метафизик не умирает, в ней живут и умирают. В традиционном европейском обществе такой метафизикой было христианство. И в христианстве абсолют и истина, потому что, если мы говорим о метафизике, то предельными понятиями, прежде всего, акад на которые следует обратить внимание, это понятие истина, истина и абсолют. В христианстве абсолют и истина – это был Бог, Бог Троица. И он являлся всеобщим, неким всеобщим, общепризнанным, всеобщим, общепризнанным истинным. Всеобщим и общепризнанным. На основе христианских ценностей люди могли объединяться, и мы видели в каком-то отношении Единую Европу, мы видели какие-то христианские движения, христианское общество. То есть оно было в своем основании однородным. Почему? Потому что у них был некий всеобщий и общепризнанный критерий истины, и был некий общепризнанный абсолют. Теперь, если мы говорим о постмодерне, если мы говорим о ситуации постмодерна, то что можно сказать об абсолют истине? Так вот, абсолют и истина, постмодерн, где расположен? Постмодерн, абсолют и истина, расположены в человеке. И истина. И впервые об этом во всеуслышание объявил такой пророк, если можно так выразиться, европейской цивилизации, как Ницше. Ницше первый заявил, что Бог умер. И вот этот вот Бог умер, в других терминах можно понять, как абсолютно истина, а пустили самого человека. Теперь сам человек для себя, каждый отдельный индивид, сам для себя стал абсолютной истиной. Это абсолютным критерием, абсолютной ценностью для самого себя. Он теперь решает, что является правильным, а что неправильным. Теперь нет никакого всеобщей истины. И поскольку всеобщей истины нет, то мы, получается, живем в некотором мире множества. Множественности истин. Во-первых, множественности истин. Во-вторых, плюралистичности. Поскольку люди более-менее равны, и поэтому каждый заявляет о том, что он причастен истине, что он и есть относитель истины. У нас получается очень много истины, и все эти истины в каком-то смысле равноценны, равноправны. Плюралистичность. Ну и третье, ну и релятивизм. Поскольку истинно является каждый отдельный человек, точнее, это надо как понимать? Это надо понимать в том отношении, что он является критерием, что считать истиной. Допустим, религиозный человек современный, он выбирает, с какой религией состоять. Он выбирает между христианством, исламом или буддизмом. Если речь идет о человеке светском, то светский человек выбирает, допустим, идеологию, выбирает философию. В любом случае речь идет о том, что везде на первом месте стоит некая внешняя истина, как раньше было, да, некий внешний абсолют, который, исходя из традиции, считается чем-то непогрешимым. Вот, например, как в библейском проекте таким непогрешимым считалось Писание. А вот то, что написано в Писании, оно как бы было истиной последней инстанцией. Получается, что что-то такое истинное внешнее нет, опереться можно только на самого себя. Каждый отдельный человек должен опираться на самого себя. Вот такое состояние истины, оно порождает в обществе следующие моменты. Прежде всего, это атомарность, да, индивидуализм. Атомарность человечества. Атомарность человечества, индивидуализм. Почему так? Потому что, если каждый отдельный человек является истиной, да, является абсолютным для самого себя, вот к самым крайним критериям, то если он является началом всего, то люди распадаются, им не удается объединяться, да, они распадаются вот на такие атомы, общество превращается в общество массы. И об этом писал Артаг и газет, допустим, как бы о броневой книге, есть такая «Восстание массы». То есть мы имеем дело с массами. То есть не с народами, а массы. Массы, а не народы. Потому что народы – это некие объединения, которые прежде всего… Ну, конечно, объединяется прежде всего и территориально, но на самом деле, если смотреть историю, то народ – это нечто объединенное, прежде всего, идеологическое. Именно эти народы объединяют культуру. Но поскольку теперь объединяющий начал такой, как истинный нет, то теперь все другое становится объединяющим. Территория, всякие другие частные способы объединения. Но эти все способы объединения, они являются все-таки не идейными, а агрегарными. То есть народы объединяются, как многообразие объединяется в неком замкнутой оболочке, просто как агрегат. Ну и третье этап, я уже об этом говорил, что это трудность объединения. В принципе, трудность объединения. Французские флософы об этом говорят так, что, например, Бадриар говорит, что массы находятся в неком молчании. Трактат называется «Молчание большинства». В общем, суть вопроса состоит в том, что теперь нет объединяющего начала. Объединяющего начала нет. Объединяющего идейного начала. Потому что объединение в смысле агрегата, вот агрегат, да, внешнего объединения, это внешнее объединение, не идейное, а просто внешнее объединение. Территориальное, по интересам, корпоративное объединение, любые другие формы объединения, они присутствуют. А вот объединение идейное, за которым бы скрывалось некое то, что мы можем было бы назвать метафизикой. И вот такое объединение становится невозможно. Ну, что еще связано с космодерами? С космодерами связан также новый человек. Все эти черты, которые я сейчас указал, они соответствуют новому типу человека. И этот новый человек, пока он еще увидится только в проекте, отдельные индивиды достигли этого состояния, я говорю о намадическом человеке. Намадический человек или намад. Намад – это греческое слово. Намадос буквально означает кочевник. То есть вот намадический человек. Что мы говорим об этом намадическом человеке? И какие примеры мы можем привести? Вот первым таким намадическим человеком был Ницше. Ницше. Ну, как бы другие примеры я сейчас не готов вам сказать, просто я как специалист Ницше могу вам сказать, что это так точно. Давайте как бы просто разберем, что такое намадический человек. Вообще, для того, чтобы с этим разобраться, необходимо проследить и понять, что такое представляет собой мировая история. Причем в космических масштабах. Действительно, вся наша история представляет собой историю органической жизни. Биогенез, если можно так выразиться. Биогенез. Это есть не что иное, как борьба за освобождение. Борьба за освобождение. Борьба за освобождение от материи. От зависимости, от каких-то конкретных обстоятельств, места и времени. Что, в чем это проявляется? Это проявляется в том, что организм все более и более усложняется. На самом деле, все лучше и лучше приспосабились к внешней среде. Но приспосабились не в том смысле, что специализировались только. А на самом деле, у них появлялась такая вещь, как универсализация. То есть, вначале жизнь произошла в воде, и она была возможна только в воде. Постепенно, как бы путем вот этого освобождения от материи и универсализации, животные перебрались на сушу и стали и жить и в воде, и в суше. А потом даже стали летать. И вот этот процесс, на самом деле, я просто не буду на это восстанавливаться долго. Это можно просто, понятно, из общего соображения, что даже в биогенезе, даже животные, которые являются сознательными существами, даже на этом мы видим, что все живое стремится освободиться от материи. Вот это вот стремление событий материи, оно наблюдается даже в неосознанном состоянии жизни. Этот биогенез наследует движение антропогенеза. Так антропогенез, антропогенез, он наследует это движение, и точно так же мы наблюдаем, как люди от дикого состояния, дикого состояния, переходили путем цивилизации все более гуманным состоянием. Сначала было возможно рабовладение. Потом мы от рабовладения перешли к внешней свободе. То есть человек в феодальном обществе был свободен, благодаря христианству. Но тем не менее он был закопален экономически. Потом как бы в ужасном обществе вроде как существует не только внешняя свобода, вроде как существует экономическая свобода. То есть ты имеешь право, имеешь возможности сам организовать свой бизнес и сам заниматься добыванием себе на хлеб на сучне. То есть никто тебя не ограничивает. То есть в ужасном обществе еще больше свобод. Ну появились в частности свободы социальные, всякого рода. И свободы большие. И постепенно вот это движение наблюдается. В этом движении можно опять же наблюдать то самое общее движение всего живого, которое стремится к тому, чтобы освободиться от путь материи. Освободиться от материи. Освободиться от материи. Ради чего? Ради того, чтобы дух возобладал. То есть вот здесь же есть две системы. Освобождение от материи есть больше и больше предание значению духу. Об этом писали вот Терьяр де Шарден. Де Шарден. Ну и наш так знаменитый и замечательный исследователь, как Вернадский. Ну и многие другие, наверное. Вот это наиболее такие значимые имена. Иначе говоря, есть некий общий космогенез, если можно так выразиться. Космогенез, да? Космогенез. И в этом космогенезе наблюдается движение от все больше и больше порабощенности материальной стороной, да? И освобождение духа. И вот это вот движение космогенеза, в конце концов, приобретает в том, что я назвал намадом, какое-то логическое завершение. Космогенез. Имеет завершение в намаде. Кто такой намад? Намад это предел. Предел этого движения освобождения. Пока такой предел еще не достигнут. Пока он видится только где-то на горизонте, да? То, что говорят в Ницше о сверхчеловеке, да? Вот это вот как раз нечто, что указывает на этого намада. Так вот, этот намад, или сверхчеловек, это тот, кто освобожден от всякого рода пут. Это опут семьи, опут общества, государства, идеологии, каких-то учений философских, религиозных учений. И вот это вот освобождение, он достиг некого максимального освобождения, стал то, что называется философией чистой формы. То есть форма, полностью лишенной содержания, полностью лишенной материи. Намад, как чистая форма, в чем преимущество состоит? Он теперь, как чистая форма, может придать свою формальность любой материи, любому содержанию. Он может стать формой этого содержания. То есть он может выступить. Эта чистая форма, кстати, всегда понимается как активность, да? Как чистая активность. Потому что активность всегда находится на стороне субъекта, на стороне человека. Потому что именно человек в этом мире осуществляет все, что есть активного. Человек преобразует мир, он созидает нечто, да, и даже сам космогенез, как я говорил, в котором часть этого движения принадлежит антропогенезу, да, сам космогенез есть нечто, что вот мы, как люди, как человечество, в этом мире созидаем. Так вот, намад, как бы, он является вот этой потенциальностью, чистой формой, чистой активностью, и он должен стать, поскольку он достиг некого предела освобождения, он становится этим новым человеком. Что? У этого намада, и в докладе предыдущем было об этом сказано, есть, конечно же, свои минусы, да, сейчас мы прежде всего поговорим об этом. Какие это? Ну, прежде всего, выдвигается возражение, что намад, да, какие возражения? Что он является социальным. Что это значит? Это значит, и он действительно, в силу того, что он является освобожденным индивидуумом, является чистой формой, он не принадлежит теперь никакому, никакой ни себе, ни национальности, ни государству, ни обществу, он является подвижным. Это подвижность обеспечивает в современных условиях миниатюризация и развитие техники, которые становятся переносными. Теперь, в принципе, стало возможным открепиться от общества, от семьи, от государства и так далее, потому что теперь, как бы, человек стал подвижным. Нас интересует, конечно, не всякий намад, а нас интересует только идейный намад, потому что мы и ведем речь о метафизике. Идейный намад. У всякого явления, надо всегда же понимать, всегда есть две стороны. Одна сторона положительная, а другая отрицательная. Так и так уж устроена справедливость на нашей земле, да, вот, вот, есть такая отрицательная сторона социальной. Мне она сама не нравится, да, ну, как бы, приходится, кстати, смириться, просто, как бы, а намад является неким итогом вот этого движения освобождения. Вот, в этом итоге есть отрицательные черты. Вот вторая отрицательная черта, которую наблюдается некий паразитизм, да. Если намад никак не связан с материей, то вроде как он паразитирует на тех людях, которые будут закабалены этой материей. Он один освободился, да, вот он стал, условно говоря, святым, да, святым, освободился. А все другие люди так и остаются под внетом материи. Ну, тут надо высказать следующие вещи в защиту намада. Это все справедливо, но теперь, как бы, во всяком, ведь всегда, все устроено следующим образом. Все недостатки, на самом деле, являются оборотной стороной достоинств. И наоборот, так, ну, в каждом из указанных черт есть, опять же, просто проявляется в том числе и достоинство. В чем состоит достоинство, что оно является асоциальным, да? В том, что намад ничем, ничем, ни с чем не связан. Ни с какими идеями, доктринами, ни с каким, не ограничен никакими рамками, да? И это позволяет, то есть мы говорим об идейном намаде, не связанном рамками. Не связанном рамками. Я теперь пишу достоинство, да? Достоинство. Достоинство намада. Что не связано рамками. Теперь получается, что намад, он освободился от всего. Теперь он может на мир взглянуть более объективными глазами. Более объективно. Он может теперь достигнуть этой более объективности, поскольку он не ангажирован никакими политическими интересами. Не ангажирован. Ангажирован политически. Политически. Он не ангажирован доктринально, он не придерживается какой-то одной философии. Поскольку если он находится в ситуации релятивизма, для него все философии в каком-то отношении являются равноценными и равноправными. Он не связан по рукам и ногам какими-то обязательствами. Но это одна сторона вопроса. А другая сторона вопроса, он, как кажется, является поразитой. А ведь на самом деле он существует только тогда, когда действует. Я говорил о том, что чистая форма, а это есть чистое действие. Если нет действия, то формы нет. То есть намат всегда действует. Намат всегда в действии. Причем я опять же, прежде всего, апеллирую к идейному намату. Он всегда порождает... Что такое намат в действии? Он порождает новые идеи. Порождает новые идеи. Новые идеи. Те самые идеи, о которых вопрошают Кургинян. Которых Кургинян хочет найти для того, чтобы создать новую метафизику. Ту метафизику, которая поднимет Россию и восстановит ее, наконец, былое могущество. Ну, былое достоинство. То есть, на самом деле, вот эти вот две черты, которые мы описали в качестве недостатков, они являются, с другой стороны, с теми самыми достоинствами. Что именно намат может создать новую звезду. Новая звезда. Новая звезда. Под новой звездой я имею в виду новую идею. Вот, нищий любил говорить о том, новой идеи. Что никто не представляет себе, из какого мусора, на самом деле, возникает бриллианты идей. Новую идею. Если мы хотим, чтобы такая новая идея появлялась, мы должны убывать на то, что такие наматы появятся у нас в стране. И, на самом деле, есть уже некие предвестники того, что такие люди уже появляются. Пускай они будут асоциальны, пускай они будут атаковы. Ну, еще есть третье возражение, на самом деле, что если все станут намадами, я, кстати, забыл о нем сказать, что третье возражение, возражение состоящее в том, что если все станут намадами, если все станут намадами, если все намады, то что будет с обществом? Но дело в том, что на самом деле все намадами не станут Потому что быть намадом только с внешней стороны кажется привлекательным Ну что это, а социальный тип, маргинал А таких намадов по французской литературе обычно пишут шизоид Шизоид Они как раз говорят о том, что сплощенные группы шизоидов как раз и могут нечто создать Коллективы шизоидов, ну вот об этом пишут, например, делюс Потому что если этот намад полностью, вот есть такой термин делюс Детерриториализированный, да, то есть по слову территория Если он находится вне как бы территории Вот наша цивилизация, она прописала какие-то территории, в которых может находиться человек И человек в идейном смысле находится где-то всегда внутри этой территории Так вот как раз намад хочет взойти и исследовать новые территории, которые недоступны Вот этим занимался Ницше, он постоянно писал о том, что вот он на вершинах каких-то тетяных Где нет ничего человеческого, по ту сторону человеческого, да, вот ищет какие-то новые Открывает какие-то новые идеи, новый вид на мир, да Вот как раз намад этим и хочет и заняться Он, вот эта вот форма, которая уже существует, да, государственная форма Форма, которая цивилизационная форма Она становится для него тесной, потому что внутри этой формы намад не чувствует, что можно что-то сотворить Дело в том, что если так подумать, и если вы обратите внимание на то, что сделано в науке, в искусстве, в философии То все в целом сказано, все в целом сделано Посмотрительность постоянно об этом говорит, что невозможно написать новый текст Как бы всякий текст является цитированием всех предыдущих текстов Почему так? Потому что если мы находимся вот на этой территории Да, на территории современной цивилизации европейской, то ну все Тут как бы все тропы исхожены, все в целом сделано И потому что, поэтому, для того, чтобы интеллигентный, лучше не интеллигентный, интеллектуал мог что-то новое создать Им нужно искать новые территории, новые земли И вот эти вот новые земли, опять же, это вот метафора из Ницше Кто Ницше любит, он меня понимает Что вот эти новые земли, новые исследования, может осуществить только намад Вот этот намад, он должен освободиться Ведь не так легко, на самом деле, отрефлектировать свое положение внутри культуры Он ее отрефлектирует и переходит в эти новые земли И потом эти новые земли становятся, опять же, достоянием всей цивилизации Но кто-то ведь это открытие должен делать И вот намад являются такие первооткрыватели Первооткрыватели Первооткрыватели, разведчики Разведчики И понятное дело, что эти разведчики живут недолго И буквально, и в переносном смысле Например, первые намады Многие, многие философы и писатели сходили с ума Не все так просто в этом мире За все надо платить Можно вспомнить Артур, можно вспомнить Бекетта, Кавку Ну, Кавку меньше, кстати, но Ницше сошел с ума Да, Лоренц, Фитт-Жеральд Ну, сейчас я не припомню на скидку Но очень много людей, которые заходили вот за грань, возможно И фактически, почему говорится о шизоидах Есть шизофреника, а есть разница между шизофрениками и шизоидом Шизоид это тот, кто дошел до края До сумасшествия, почти до сумасшествия Ведь вот эти границы, это и есть границы разумности Границы нормальности Который дошел до конца, но как бы не развалился Который переходит вот этот путь Как я говорил про сверхчеловек Сверхчеловек это нечто, что преодолевает человек Человек должен быть преодолен Вот сверхчеловек, он идет дальше Дальше человека То есть он должен создать, как я говорю, новую звезду Новую идею Ницше эту идею Был только провозвестником этой идеи Эта идея еще на самом деле висит в воздухе Хайкин занимался этой идеей Он говорил о том, что мы еще не мыслим Он пытался осмыслить, что такое техника Что такое поставка Ну, я сейчас говорю, как бы просто некую культурную ситуацию В которой мы находимся Потому что космодернизм нельзя сводить только к явлениям негативным Как делает Кургинян Конечно же, всегда есть негативные явления Всегда, если мы говорим о плюральности И о неком релятивизме В культурном отношении То мы всегда должны понимать Что будут и явления и мелкие Будут явления мусорные И будут явления замечательные Ведь среди космодернизм Есть такие великие философы На современности Например, как Дерриус Про которого другой современный ему философ Сказал, что в будущем Наш век назовут как веком Дерриуса К этому принадлежат такие Видающиеся философы, как Бадрия Деррида И они занимаются как раз фундаментальными вещами Они пытаются осмыслить состояние общества Современное духовное состояние человека Вот я как бы показал В чем состоит позитивность намата Что намат пытается преодолеть границы Границы возможного Вот это возможно Это то, что доступно нам сейчас То, что уже вошло в общий обиход А вот намат хочет просединить некую новую землю Он является первооткрывательным путешественником И это путешествие сейчас оказывается плачевным То есть шизоид может стать Или маргинал может стать сумасшедшим Так что нельзя намату завидовать На самом деле Фактически вот этот шизоид или намат Это вот святой нового типа Да, вот если раньше святые И они занимались тем, что они пытались пробиться к Богу А Бог где-то был Это в вышине Это физически понятый в выси Если святой В традиционной культуре Он пытался добраться в эту выси Вознестись к Богу То поскольку у нас сейчас в выси такого нету Да, как я говорил, абсолют И вся смыслонаправленность спустилась вниз в человека Теперь каждый отдельный человек является последним арбитром Да, истинно в последней инстанции То теперь приходится, получается, что как бы Человек не ввысь двигается Двигается, да, а человек двигается в шею Он вот новые территории какие-то добывает И вот это вот движение в шею Оно входит в дорого Приходится за это платить И вот этот святой Да, святой в том смысле, что он рискует собой И ведь на самом деле, если думать, то нет никакого риска больше А представляете, что значит Встать полностью, освободиться от всего От всех своих привязанностей От всех своих связанностей путами социальных Потому что если он не освободится То он не сможет перейти за черту Ну что значит перейти за черту? Это значит освободиться То есть намат, как чистая форма Он пытается эту чистую форму воплотить А вот я еще раз говорил Что чистая форма не существует Без того, чтобы не осуществляться Если она не существует То ее просто не существует Вот мы поговорили о том, что такое намат И теперь я думаю, что мы обладаем терминами Обладаем неким контекстом Для того, чтобы понять, почему я считаю Что Кургинян является постмодернистом Почему его деятельность, которую он осуществляет В рамках его политической сферы Почему она является постмодернистом Ну это, собственно, мы ввели некие термины В которых теперь ситуацию можно понять Почему Кургинян постмодернист Ну понятно, почему Первое, потому что Потому что Кургинян не может выпрыгнуть из духа времени Не может выпрыгнуть из духа времени Духа времени Он, как и все мы, он принадлежит этому духу Европейскому духу Да, и он точно так же является Выразителем этого духа Как это объясняется? Это объясняется просто Он пытается построить Новую метафизику Метафизику Или выбрать ее Построить или выбрать А ведь это возможно только в том случае Если Кургинян стоит на абсолютной позиции На абсолютной позиции Потому что метафизику не выбирает Не живут и умирают В традиционном обществе Человек рождался в христианской семье И он не обсуждал, что является истинной и абсолютной Для него это было просто очевидно Это для него было нечто Что-то было сограблено И общееобязательно А если как бы стоит вопрос о том Что можно метафизику отнестись Прагматически И можно построить или выбрать Значит истинная абсолютная Находится в каждом отдельном человеке Значит каждый отдельный человек Для самого себя Истинная абсолютная И это во вторых Как бы прагматическая позиция Прагматическая позиция При которой допускается Возможность инакомыслия Дело в том, что в традиционном обществе Инакомыслия не допускалось Иритиков сжигали на кострах А почему? Это не потому, что люди были злые А потому, что истина одна Истина одна А все, что истина одна Да, и она в боге А то все, что вне истины Вне истины Это как бы от злого От лукавого И с этим надо бороться И поэтому истина отставили И поэтому необходимо было Иритиков сжигать Кургинян относится к этому К противоположным точкам зрения Вполне терпимо И это просто указывает на то Что он живет в этом мире Плюрализма И в мире релитивизма Теперь вот несколько слов Я думаю, что даже из предыдущего Слова было понятно Что Кургинян постмоделист Только лучше говорить Потому что он работает Просто в парадигме постмоделизма И он не может ее покинуть Потому что Россия является Все-таки европейской стороной И мы не можем Какая-нибудь захолустья Мы не можем На самом деле Мы живем в мире идей И европейской цивилизации Теперь несколько критических слов По поводу того Чем занимается Кургинян конкретно Критика Прежде всего бросается в глаза На самом деле Что Кургинян Когда выстраивает свою метафизику Путают теми Просто дело в том Что для того Чтобы объединить людей Не нужна такая Предельная дисциплина Как метафизика Достаточно просто Какой-то идеи И эти идеи Они могут вылежать В области социальности Как интересы Интересы Общность культуры Культуры Истории Истории Общность Языка Территории И на основе Вот этого всего И Кургинян В принципе Когда говорит О сохранении целостности России Он именно на эти идеи Убирает Можно объединиться И мы собственно Этим объединяемся Объединиться во что? Ну в партию допустим В партию Мы не так объединены Как налог Мы не так объединены Как государство Как общество Но можно допустим Еще объединиться В нечто Как бы более Ну в более мелком масштабе То есть более Ну более скажем Монолитное что ли В партию Зачем же нужна метафизика? Зачем Для того Чтобы объединиться Мы восходим к метафизике? Да то что Если метафизика Как предельное основание Они Если речь идет Об объединении Она возможна Только в том случае Если Есть некая Внешняя Внешняя Истина Точнее Внешняя истина И абсолют Некая Абсолют Истина Лучше говорить Является всеобщим Не так Как в эпоху Постмодерна Когда каждый Отдельный человек Внешний Истинный Абсолют И он Является Последним критерием Это истинный Последний Станций Для самого себя А так Чтобы вот Являлась она Некой Всеобщностью Некой Нечем-то Надиндивидуальным Но ведь Такая истина Которая является Надиндивидуальным Такой абсолют Которая Является всеобщим Есть не что иное Как Бог И фактически Получается Что та метафизика Которая Ратует Кургинян Она есть Просто нечто Религиозное Получается Что Кургинян Хочет объединить Людей В некую организацию На основе Неких религиозных Принципов Потому что Иначе это невозможно То есть Он призывает Создать Религиозный Орден Самое интересное Что его и создать Нельзя Как можно Людей объединить В современном мире Под эгидой И религии Уже никак Невозможно Потому что Истина давно Уже спустилась Как бы В человека И каждый отдельный человек Сам для себя Стал своей истиной Это первая Как бы странность Которую проявляет Кургинян На самом деле То что он говорит О метафизике Я в этом усматриваю Некую манипуляцию Потому что Либо он просто Я не могу допустить Что он не понимает Что он делает Потому что Если он говорит о том Что Именно Надо строить метафизику То Это как бы Просто Фактически Ну Некое заблуждение Мягко говоря Это первое Второе Замещание состоит в том Что Не по мне Непонятно Допустим Почему Этот Кургинян Получается против Постмодернизма Я уже говорил о том Что всякое целое Целое Любое Всегда имеет стороны Положительное И отрицательное Об этом состоит Справедливость Нет ничего Идеального Нет ничего Окончательно Положительного Или окончательно Отрицательного Но почему-то Кургинян усматривает Допустим Это целый Есть Постмодерн Я например Могу сказать Что Постмодерни Очень много Положительного Есть Допустим Родились Такие философии Как Философия Делеза Философия Деррида Философия Ну поскольку Я философ Я могу Прежде всего Сужу о философии Философия Фуков Философия Бодрияя Ну и Можно перечислять Много На самом деле Это не какие-нибудь Там Величины Средние руки Это действительно Целостные Интересные Идейные Замещательные Философы Бодрияя Кстати Он очень много Занимался Социальными Системами Он Почему Только Генеан Видит Только Отрицательные И Считает Что Постмодернизм Есть Ад Зачем Ему Это Нужно Только Я могу Понятно Это В том Отношении Что Он Пытается Политически Манипулировать Ему Нужно Найти Внешние Врага Надо Указать Что Нет Никакой Истины Вовне Нет Истины Нет Истины Фосмодерна Для того Чтобы искать Его Где-то В другом Месте А Это Другое Место Почему Есть Ничто Иное Как Обращение В Прошлое Прошлое Регресс Регресс А я Как будто Мы можем Что-то Изменить Да Вот Точно Так же Кургинян Поступил На выборах Недавно Прошедших Он Придумал Какую-то Оранжевую Чуму Да И благодаря Этой Оранжевой Чуме Оранжевой Опасности Объединил Людей Как тактически Объединил Людей Против Оранжевой И тем самым Фактически Поддержал Путина Хотел он Это Не хотел Это Несущественно Существенно Что Фактически Существилось То То Что Кургинян Видит Постмодернизм Только отрицательное Это его Ошибка Почему Это его Ошибка Потому что Идея новая Может прийти Только Из нового А новое У нас является Вот это То что нам Дает постмодернизм А именно Нового человека Новый человек Постмодернизму Человек Это Намад Тот Самый Намад Который Освобожден До Самой Последней Степени Ну Современные Не знаю Есть ли в современном Обществе Намады Ну Скажем так Что мы Кто-то Отдельные люди Приближаются К этому Пределу Намад Потому что Это некий Предел Для того Чтобы Понять Куда Мы Стремимся Ну Кургинян Участлив В некотором Отношении Оторвался От реальности Он призывает Вернуться В прошлое Призывает К этому Новому Человеку Который Может Родить Звезду Родить Звезду То есть Новую Идею Но Ему Надо Тут же Вопрос Вдет В том Что Он Противопоставляет Постмодерну Сверхмодерну Сверхмодерну И вот Этот Сверхмодерн Он Противопоставлен Постмодерну И вот От этого Отталкивания Он Пытается Как бы Его Как-то Осуществить И обозначить Его Определенность Ну Для того Чтобы понять Выкладки Кургиняна Давайте разберемся С тем Что такое Советский Союз И почему Он разрушился Потому что Кургинян Пытается Двигаться Как-то Вспять Пытается Найти Истины Где-то В прошлом А я уже Говорил о том Что все Давно сказано Все в целом Уже сделано Для того Чтобы Обрести Какие-то Новые идеи Какие-то Новые принципы Для того Чтобы найти Некие новой сферы Из которых Можно было Выстрелить Новые идеи Для этого Необходимо Вот именно На магическое Движение Движение Которое Не осуществляется В рамках Отдельной Доктрины Или религии Не важно Отдельного Учения Не важно Будь это Марксизм Или Либерализм Вот у нас Был СССР Почему СССР Развалился Я попытаюсь Какой-то Сделать Анализ Я не претендую На то Что этот Анализ Является Полным И окончательным Вот просто Некие Мои Наметки Исходя Из того Что Общее Движение Как мы Посмотрели Космогенеза Генеза Является Освобождение Освобождение Да Ну и нам Важно Освобождение Человека И как бы Вот Освобождение Человека Является Сквозной Нитью Ну Я говорил Что в принципе Освобождение Но теперь Освобождение Матапогенезе становится Освобождением Человека Что Дело СССР СССР Создал Некую Систему У которых Было Были Два Принцип Во-первых Общность И этот Принцип действительно является принципом российским, общиной. Это всегда было черта, что выделяло наше общество от общества Запада, которое очень быстро атомизировалось. Это была общность. И второе, эта общность строилась на ограничении свободы. На ограничении свободы, очень существенной ограничении свободы человека. И вот, как мне кажется, благодаря вот этим двум принципам СССР был не жизнеспособен. Потому что, поскольку человек, в принципе, так устроен, что он чувствует общее движение всего живого, чувствует это движение нарастания свободы, тем более, как бы он это видел в других странах, что для него вообще для любого человека свобода есть некая неприходящая ценность. И, конечно, он мог ради какой-то светлой идеи поступить со свободой своих на некоторое время. Допустим, наши деды и прадеды, они за светлое будущее готовы были пожертвовать своим здоровьем, своей жизнью. Они думали, что мы будем жить в коммунизме. Но мы в коммунизме, к сожалению, не живем. И мне кажется, что вся проблема СССР стояла не в том, что какие-то злые враги снаружи или какие-то недобросовестные чиновники, или просто какие-то чиновники с умыслом, какие-то карьеристы, портократы и прочие-прочие предатели, как бы они разрушили СССР. Это все, конечно, имело место, но мы, опять же, пытаемся это осмыслить, концептуализировать. Потому что, когда мы что-то концептуализируем, нам важно отличать какие-то внутренние, у целого есть некие внутренние движения. Нам надо отличать эти внутренние движения от того, почему это целое не выстояло. Вот есть, допустим, некий котел, да, вот есть такой котел, и в нем бурлит что-то постоянно, бурлит котел. Нам же не важно, по каким траекториям движется вырывающийся пар. Вот пар как-то вырывается. Можно исследовать, конечно, как конкретно это происходит, но нам важно, по какая причина, что подогревает этот котел, да, что заставляет этому пару вырываться, какова причина, где фундамент. Мы же ведь исследуем метафизику, а метафизика исследует какие-то самые существенные последние основания. Ну, в данном случае я считаю, что вот СССР виднелся на основе, вот, был задуман о осуществлении этих двух вещей. Причем это общество, оно было ради как бы вот некого будущего, да, там, будущее, светлое будущее для всех. Для всех. Всех людей, да. Ну, она осуществлялась через конечность. И все считали, что да, это вполне разумно. Но на самом деле, такая общество, она не живет. И она разрушилась. Разрушилась, и мы теперь живем в неком обществе, в котором, как бы, в первое время были как раз обеспечены все вот эти свободы. Ну, теперь мы опять теряем эту свободу, но тем не менее. Тем не менее, суть вопроса состоит в том, что если мы хотим создать СССР-2, СССР-2, то мы должны учитывать вот общее движение всего космогенеза, да, освобождение человека. Он должен обязательно внутри себя как-то объединять следующие два принципа. Первый принцип состоит в том, что он должен быть основан на некой свободе. Свобода. А второй принцип, что он должен быть, поскольку действительно в этом есть некая наша государственная особенность, он должен быть основан на некой коммунистических идей, да, идеях. В общем, коммунистическими идей занимаются, в том числе и христианские идеи, да. И вот на неком вот этом синтезе должно возникнуть новое СССР-2, СССР-2-0. Ну, есть заметно некое объединение фактически либеральных и коммунистических идеалов. То есть должен состояться некий синтез. Синтез тех движений, которые сейчас существуют в обществе, да, и образоваться некая общность, которую можно было бы назвать новое общество, да, общество нового государства. Будет ли оно называться СССР-2-0, это же совершенно неважно. Дело же не в том, под какими лозунгами мы это будем осуществлять. Дело состоит в том, что объединение должно обязательно быть на основе свободы личности, личности, и, допустим, коммунистических идей, да, и, допустим, на обществе. Можно ли построить такое общество? Вот это вот в некотором смысле есть идеал, да, многовековой идеал российского, советского человека. Идеал, который мог бы объединить людей, причем людей из совершенно различной метафизики. Если вы видите, посмотрите, здесь никакой метафизики нет. Люди разной метафизики, разной метафизики, метафизики должны объединиться просто на основе неких принципов. Но я об этом говорю, нельзя вот так вот просто взять два принципа, соединить и тем самым считать, что возникнет какое-то объединение. Нет, это должно вырасти именно из некого движения идей, должно возникнуть вот какие-то новые идеи, какая-то должна возникнуть, новая идея, идея новая. И эта новая идея должна содержать в себе вот эти принципы. Ну, я как бы, это некий вброс того, как это можно увидеть. Мне кажется, что СССР пострадал именно из-за этого. Поэтому считать, что как бы вот в СССР все находятся, все ответы на вопросы, которые ищут у меня, это на самом деле ошибка. Надо смотреть вперед, надо брать то, что наработано сейчас постмодернизмом, и пытаться, как бы, на основе идей, которые уже существуют, пытаться строить и пытаться строить какие-то новые концепты. Спасибо. Спасибо.